Уже после насыщенного и торжественного утра во Дворце Независимости белорусский борт номер один взял курс на Москву. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию на борту первого и первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская. Кортеж белорусского лидера сразу же направился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. По традиции на крыльце Александра Лукашенко ожидали журналисты. Несмотря на неформальность момента, белорусский лидер ответил на все вопросы прессы и о темах предстоящих переговоров с российским коллегой и об Украине. Но в первую очередь, конечно, о нашей космической миссии, все эмоции событий и этого торжественного дня в первых комментариях репортерам. Космос ваш, мы так понимаем. Космос наш. Ваш и наш. Благодаря вам он стал нашим. Белорусы же летали и в советские времена. Знаете их. Поэтому то, что девчонка полетела, наша. Но мы готовим еще несколько девчат. Говорят, у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться и вместе работать в космос. Сегодня самый главный вопрос с президентом России. Какой вот именно сегодня? Мы решили посвятить некоторое время обсуждению вопросов экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Но мы им должны немножко помочь там колью начертить. Поэтому прежде всего экономики. Про Крокус. Но вот теперь, когда все, что мы знаем о участии киевского режима, как теперь вообще разговаривать с Киевом, с Зеленским? Но вы с ними не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо разговоры в этом вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда, с ними как-то разговаривать, я смысла не вижу. Ну что вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про Крокус? Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили. После выборов Владимир Путин говорил, что может потребоваться санитарная зона для того, чтобы обеспечить безопасность приграничных российских регионов, Белгородско-Курско-Области. А вам такая нужна? Пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией, ну ее надо еще создать. Это же непростые вопросы. Думаю, что многое будет зависеть не только от воюющих стран, но будет многое зависеть от западных государств. Там проблемы серьезные у Украины, они уже это признают. Не хотелось, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине. А эскалация – это поставка оружия, боеприпасов. Ну и сейчас они начали поговорить о переброске своих уже военных в Украину. Ну, быстрее, скорее всего, на границу Беларуси. Ждем? Пусть перебрасывают. Спасибо большое. Как относитесь к мобилизации женщин, скажите? Очень отрицательно. Женщины должны летать в космос. И если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать в армию, направлять на гибель верную – это глупость полная. Это безысходность. Я против. По экономике вы сказали, это про цены. Вы недавно говорили, что цены на промышленность, товары промышленности. Знаете, по большому счету экономика состоит в том, коль мы уже агрессоры, так откровенно говоря, то равные условия для субъектов хозяйствования и для людей должны быть равные. Вот что нам надо. Сегодня вы, наверное, поняли, россияне, что беларусы многое могут. Раньше этого не видели. Сейчас мы увидели, что и электронику мы закрываем, большой пласт, и сельское хозяйство, и прочее-прочее в промышленности. И в станкостроении недавно Владимир Владимирович об этом говорил. То есть вы поняли, что в Беларуси мы не просто сохранили советский пласт науки, промышленности села, но и осовременили его, повысили его как следует. Поэтому мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам. Поэтому очень-очень-очень важно, чтобы мы сейчас уравняли людей и наши предприятия. Вот это главный вопрос. Этим вечером в графике президентов переговоры в формате один на один, в центре которых сотрудничество в разных сферах. Встреча начнется позже. Александр Лукашенко и Владимир Путин регулярно сверяют часы по союзной повестке. Напомним, в начале года состоялся Высший Госсовет союзного государства в приоритете экономика и вопроса безопасности. Все, что требует рассмотрения на высшем уровне. А завтра, в День космонавтики, ожидается, что президенты вместе подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж союзного государства. Запланирована встреча с космонавтами и обсуждение дальнейших перспектив в космосе.